Сегодня в программе. Не гадайте на ромашке. Лучше сделайте настои и принимайте при гриппе и танзелите. О лечебных свойствах ромашки аптечной расскажет биолог Евгений Гладков. Ночь без сна, день на смарку. Бессонница нередко провоцирует развитие серьёзных заболеваний. Ночные бдения – симптом депрессии. Но снотворное не спасение. Не можете уснуть – обращайтесь к врачу, советует сомнолог Роман Бузунов. Суточный мониторинг кровяного давления. Диета долголетия от Мечникова и медицинский пункт доктора Чехова. В нашей рубрике «О многом понемногу». И снова в Школе здоровья мы предлагаем вам присоединяться к социальным акциям Всемирной организации здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Иногда мы упускаем возможность вовремя поговорить с ними. И тогда они уходят. Но всегда. Тысячи детей и подростков ежегодно погибают по причинам, связанным с употреблением наркотиков. Так и не успев стать взрослыми. Поговорите с ребенком откровенно. Предупредите об опасности заранее, пока беда не коснулась вас. Каждая беседа может стать решающей. Если вы не знаете, как начать разговор, обратитесь к профессионалам. Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о ромашке. Многие за ромашку аптечную принимают такое растение, как невяник. Сама аптечная ромашка отличается от других похожих на нее растений в первую очередь своим медовым приятным ароматом. Хотя тот же аромат имеет и ромашка безязычковая, которая тоже используется в традиционной медицине. Но у нее нет по краям так называемых белых лепестков. Химический состав ромашки достаточно сложный. В состав цветов ромашки входит по меньшей мере 25 полезных веществ, обладающих спазмолитическим, обезболивающим, патагоном и противосудорожным действием. Поэтому ромашка хорошо помогает при спазмах кишечника, воспалении желудочного пузыря, мочевого пузыря, при неврозах и судорогах, невралгиях троичного нерва. И даже при истерических припадках. Среди основных действующих веществ эфирное масло. И это нужно помнить. Например, покупая ромашку в магазине, мы иногда можем прочитать на коробке такую инструкцию, что нам предлагают ромашку приготовить отвар ромашки, то есть кипятить в течение нескольких минут на водяной бане. Но если мы будем готовить таким способом ромашку, то, увы, она потеряет часть своих целебных свойств. Из-за того, что частично эфирное масло будет испаряться. С эфирным маслом связаны следующие лечебные свойства лепестков ромашки. Соцветия, если быть более верным. В первую очередь, мы ромашку рассматриваем как растение, имеющее бактерицидное действие, которое используется при воспалениях слизистых оболочек. Главный компонент – это эфирное масло. Поэтому, если вы хотите использовать ромашку для полосканий, то нужно использовать обычный настой. Для приготовления настоя ромашки надо 1 столовую ложку сухих соцветий залить стаканом кипятка. Дать настояться. Процедить. И ваше лекарство из ромашки готово. Помните, из ромашки никогда не готовят отвары, то есть никогда не кипятят. У ромашки достаточно стойкое действие при лечении гастритов и язвенной болезни желудка. И здесь тоже ромашку можно использовать. Кроме того, при гриппе и простуде можно приготовить и ингаляции из ромашки. Ну, а если вы еще к ромашке добавите некоторые другие растения, например, ту же самую календулу или эвкалипт, то, конечно же, лечебные свойства только усилятся. И действительно, ромашка у нас часто используется в самых разных сборах. В Болгарии настоем из ромашки лечит геморрой. Французы заваривают пакетик сухой ромашки при приутомлении, расстройствах пищеварения, плохом самочувствии и пересыщении кофе. Это первое средство при плохом самочувствии и вечерней усталости. Чешские фармакологи установили положительный эффект ряда веществ, содержащихся в ромашке при облучении. К ромашке добавляются, например, такие растения, как зверобой, березовые почки и бессмертник. И такой сбор уже будет обладать омолаживающим и очищающим действием. Ромашка издавна используется и в косметологии. Если вы хотите избавиться от перхоти, тогда используйте отвар ромашки. А если вы хотите, чтобы ваши волосы были более светлыми, здесь тоже вам поможет ромашка. Ромашка используется и при лечении заболеваний кожи. При танзелитах, ларингите, гриппе и бронхите делайте ингаляции с ромашкой. Два стакана воды нагрейте до кипения, добавьте 1 столовую ложку цветков ромашки, 1 столовую ложку меда, 1 столовую ложку соды. После этого дышите парами, закрыв голову полотенцем. Процедура должна длиться 10-15 минут для взрослых и для маленьких детей не более 5 минут. При ревматизме, подагре, потливости ног принимайте ромашковые ванны. Концентрацию выбирайте из расчета. 20 грамм цветков ромашки на 1 литр горячей воды. При ушибах, отеках, болях в суставах прикладывайте к больному месту припарки из ромашки. Для их приготовления возьмите 2-3 столовые ложки цветков ромашки, размешайте в 2-3 столовых ложках кипятка. Полученную кашицу на марле наложите туда, где чувствуете боль. Ромашка при постоянном ее использовании может привести к некоторым неблагоприятным последствиям, например, таким как аллергические реакции. Хотя, тем не менее, для большинства ромашка используется и в качестве компонента сбора при аллергиях. А в Соединенных Штатах Америки используется следующий чай. Черный чай смешивается с ромашкой, и туда добавляются сливки и сахар. И такой чай обладает успокаивающим действием. Я желаю вам хорошего здоровья. До свидания. Когда я узнал, что у меня ВИЧ-позитивные результаты, решил, жизнь потеряна. И все же у нас родился ребенок. Вот и трудно поверить, но наш малыш здоров. Мне кажется, мы ему нужны. В 98% случаев при правильном и своевременном лечении ВИЧ-позитивные женщины могут родить здорового ребенка. В последнее время в крупных лечебных центрах и даже порой в поликлиниках пациентам предлагают провести суточный мониторинг кровяного давления. Что это такое? Значит ли это, что на сутки надо будет лечь в клинику и быть подключенным к какому-то стационарному прибору? Пока это новшество не только в нашей стране, но и в мире. И поэтому мы хотим вам показать, как проводят этот мониторинг. А специалист объяснит, зачем это надо. Мониторирование давления служит для следующих целей. Первое – это диагностика гипертонии белого халата. Это очень распространенное состояние. Во время посещения доктора давление подскакивает выше 140 на 90. А в домашних условиях, вне стрессовой ситуации, давление у человека нормальное. Эта ситуация называется гипертонией белого халата. И как таково гипертонии в настоящее время не считается. Установить этот диагноз помогает этот прибор, который меряет давление, соответственно, в течение суток. И позволяет это состояние исключить или опровергнуть, или доказать. Это зарегистрированные показания для постановки монитора в Штатах. Оно одобрено ФД и активно применяется. Кроме того, это позволяет нам адекватно подбирать гипотензивную терапию пациенту с гипертонией. Позволяет во время беременности очень тщательно отслеживать состояние беременной женщины. И определять многие-многие показатели. Но прежде всего диагностика гипертонии, гипертония белого халата, что очень часто у них встречается. У пожилых пациентов очень помогает этот монитор в связи с тем, что очень часто ночью бывает резкое снижение давления. И состояние, которое сопровождается низким давлением, это тоже показания для постановки монитора. Это тоже можно отследить и увидеть за сутки. А у нас в стране? Насколько широко это распространено? К сожалению, не только у нас в стране, а и в мире это ограничено стоимостью исследования. Достаточно высокая стоимость, как и любого медоборудования. Достаточно широко применяется у нас в стране в больших крупных кардиологических клиниках. И не только. Но активно мы стараемся и во всем мире, и у нас внедрять это в обычную поликлиническую практику. Как это проводится? Что должен знать пациент? На левую руку пациента надевают манжет монитора кровяного давления. И в течение дня автоматически происходит измерение давления. Помните, что во время накачивания воздуха в манжету вы должны остановиться и расслабить руку. Прибор программируется. В компьютер вводится фамилия, имя, отчество пациента и интервал измерения. Если манжету надо снять, то сначала отключается провод-коннектор от прибора. Кроме этого, надвести дневник. Когда вы заснули, когда проснулись, отмечать отдельно часы физической нагрузки и отдыха. И точно фиксировать, когда и какие лекарства вы принимали. Не думала, что такое может случиться. Когда советовали предохраняться, смеялась и шутила. У меня ВИЧ. Я думала, что всё, конец. Но я живу и буду жить ради моего ребёнка. Он родился здоровым. В 98% случаев, при правильном и своевременном лечении, ВИЧ-позитивные женщины могут родить здорового ребёнка. Бессонница. А что такое бессонница? Ну, вроде бы люди воспринимают это как диагноз. Но это не диагноз. Это симптом. Допустим, повышение температуры тела. Это что? Это диагноз? Это не диагноз. Это симптом какого-то заболевания. Симптом гриппа. Симптом каких-то там инфекционных заболеваний. Пневмонии, воспаления лёгких. То есть температура может сопровождать десятки и сотни заболеваний. Бессонница. Это тоже симптом. Который может сопровождать порядка 80 расстройств. И в этой ситуации крайне важно обратить внимание на правильную постановку диагноза. Давать всем подряд снотворные с бессонницей, это всё равно, что любое повышение температуры тела, о котором я говорил, лечить аспирином. Наверное, кому-то поможет, если это банальная респираторная инфекция. А если у человека воспаление лёгких, ему нужно давать антибиотики. А аспирином мы не вылечим человека. Так и здесь, с бессонницей, давая бездумно снотворные препараты, мы можем человеку только навредить. Ну, такой банальный пример. Бессонница выходного дня. Человек приходит в пятницу вечером домой, так как в субботу на работу идти не надо. Он ложится в час ночи и встаёт в 11 часов утра. С субботы на воскресенье он хорошо выспался, он ложится в 3 часа ночи и встаёт в час дня. А в понедельник ему нужно встать в 6 часов утра. А он не может заснуть, потому что он выспался в воскресенье. Он пытается, мучается до 3-4 часов ночи. У него ничего не получается. В итоге он как-то, так сказать, засыпает. Просыпается в 6 утра, не выспавшийся, уставший, идёт на работу. Хорошо, если он доработает до вечера и ляжет в обычное для себя время. А представьте, если человек пришёл в 6 вечера домой, лёг и поспал 3-4 часа. Проснулся в 12 часов вечера, и у него вся следующая ночь бессонная. Он опять с трудом пытается заснуть, у него не получается. Он идёт на работу, приходит с работы, ложится спать. Через 3-4 дня он бежит к доктору и говорит, доктор, спасите, помогите, я 4 дня не сплю. Доктор говорит, какие проблемы? На тебе снотворное. Две недели приёма снотворного – это уже психологическая зависимость, человек боится заснуть без таблетки. Месяц-два-три приёма снотворного – это физическая зависимость с необходимостью увеличения дозировок, соответственно, с присоединением более сильных препаратов, и человек становится фактически фармакологическим наркоманом, то есть зависимым от снотворных таблеток. А всё так банально начиналось. То есть прежде чем принять снотворное, нужно 10 раз подумать. Есть замечательное изречение одного американца Стратена, который сказал, что от бессонницы ещё никто не умер, а от снотворных люди умирают тысячами. И это, в общем-то, соответствует действительности. И моя задача, как сомнолога или врача, который занимается расстройствами сна, по возможности не назначить человеку снотворный, по возможности попытаться разобраться в причинах бессонницы, или, собственно говоря, нарушения засыпания или поддержания сна, или ещё термин такой «инсомния» применяется, и попытаться устранить эти причины, а, соответственно, уйдёт сама бессонница. С чего надо начинать? Надо начинать с банального образа жизни. От чего, спрашивают, а как вот достичь хорошего сна? Нужно хорошо прожить день, и тогда будет хороший сон. Так, совершенно банально, если ответить. Да, а что для этого нужно сделать? Первое. По возможности ограничить приём различных стимуляторов в виде кофеина. Это чай, это кофе, это кока, пепси, фанта, спрайт. Это шоколад. Полплитки шоколада – это хорошо заваренная чашка кофе по содержанию кофеина. И второе – это курение. То есть, фактически, никотин тоже является стимулятором нервной системы. Вот я вспоминаю, пару лет назад пришёл один общественный деятель на консультацию. В день выпивал 15 чашек кофе, выкуривал 2 пачки сигарет, и почему-то говорил, что я плохо засыпаю. Ну, подумайте, да? Такой немножко, может быть, глупый вопрос, да? Но пациент-то думал, что это его нормальный образ жизни, и он всё равно должен спать. Но, понимаете, в чём заключается парадокс? Когда я говорю о том, что нужно нормализовать образ жизни, вот человек, идя к врачу, он, особенно наш человек, он думает, что, знаете, вот врач за меня всё сделает, мне делать ничего не надо, и всё будет хорошо. Ну, представьте, если бы, допустим, какой-нибудь человек пришёл в секцию лёгкой атлетики и сказал, знаете, вот делать ничего не хочу, но хочу быть мастером спорта по бегу. Ну, и что бы ему там, в этой секции сказали? Ну, в лучшем случае покрутили пальцем у виска. Да? А вот прийти к доктору и сказать, что, знаете, доктор, я плохо сплю, образ жизни у меня никудышный, но делать ничего не хочу, а хочу спать хорошо. Это совершенно нормальная ситуация. И вроде бы как доктор должен помочь. Конечно, мы пытаемся помочь, и я сейчас ещё несколько, так сказать, возможных вариантов расскажу, но очень много зависит в плане образа жизни от самого человека. Как я сказал, это ограничение стимуляторов, это ограничение курения по возможности. Следующее – это регулярная физическая нагрузка. Это лучшее, успокаивающее, снотворное, антидепрессивное и улучшающее настроение средства. Единственное, что она должна быть действительно регулярной, то есть, по крайней мере, 3-4 раза в неделю. То есть, гораздо эффективнее 3-4 раза в неделю, чем раз в неделю 3 часа. Да, или 3-4 раза в неделю по полчаса занятий. Во-вторых, она должна быть достаточно высокоинтенсивной. Ну, так, на таком простом уровне, чтобы человек к концу нагрузки устал и вспотел. Это бег, это плавание, это велергометр, это беговая дорожка, это какие-то активные игровые виды спорта. Соответственно, эта регулярная нагрузка, она даёт свой очевидный эффект в плане улучшения сна не очень быстро. То есть, это где-то месяц-полтора нужно регулярных занятий, чтобы сон пришёл в норму. И вот этих трёх достаточно банальных вещей, физическая нагрузка, ограничение курения и ограничение кофеина в 60-80% случаев это обеспечивает нормализацию качества сна. Плюс что можно добавить? Можно добавить витамины. Есть витамины, такие специальные антистрессовые формулы, когда содержат они преимущественно витамины группы В, кальций и магний. И они обладают таким стабилизирующим действием на нервную систему и, соответственно, она становится более стабильной и меньше реагирует на раздражители. Можно, если приходящие какие-то расстройства сна, применять курсами успокаивающие растительного происхождения препараты. Валерьянка, пустырник, ну и всевозможные другие составы, которые содержат эти препараты. Единственное, что люди не совсем, может быть, правильно их применяют. Дело в том, что принимать препараты растительного происхождения перед сном и думать, что человек заснет, бессмысленно. Это препараты, которые не дают собственно снотворного эффекта. Они успокаивают нервную систему. Нервная система меньше реагирует на стресс и, соответственно, к вечеру она более спокойна и хорошо человек засыпает. Соответственно, чтобы обеспечить нормальный эффект, эти препараты нужно пить три раза в день. И обычно курсом две-три недели. То есть, если какая-то стрессовая ситуация, допустим, случилась, то в этой ситуации очень неплохо пропить просто курс растительных препаратов, но, как я еще раз сказал, три раза в день и обычно две-три недели. Если все-таки бессонница сохраняется, или нарушение сна сохраняется больше двух-трех недель или еще более того несколько месяцев, то тогда это, конечно, необходимо обращаться к врачу, к специалисту, к сомнологу, чтобы он постарался разобраться в причинах и назначил эффективное лечение. Если касаться уже таких вот весьма серьезных расстройств, ну, допустим, депрессия, она в основном проявляется тем, что человек засыпает более-менее нормально, но просыпается через 3-4 часа сна, допустим, в 3 часа утра, и потом не может заснуть до утра. И это может тянуться месяцами и даже годами. И это крайне ухудшает качество жизни человека. А это еще дополнительно усиливает депрессию. То есть, такой развивается порочный круг. И, конечно, здесь нужно вмешательство врача и фармакотерапия. Но тоже нужно подходить очень ответственно, потому что просто банально дать ему в этой ситуации снотворные, мы эффекта почти не достигнем. Потому что снотворные в основном действуют на фазу засыпания. А человек засыпает нормально. Он просыпается утром и не может заснуть. Более того, при депрессиях развивается такой феномен нарушения восприятия сна. И, может быть, вы тоже, наверное, встречали эти сообщения, что люди не спят месяцами, годами. Если человек пришел и сказал, что доктор, я 2 месяца вообще не сплю, то можно, ну, практически со 100% уверенностью поставить диагноз, что это депрессия. Потому что развивается феномен нарушения восприятия сна. Когда человек спит, а субъективно думает, что он не спит. В этой ситуации тоже снотворные не очень показаны, потому что сон есть, но человек его неправильно воспринимает. И нужно применять специальные препараты, так называемые антидепрессанты со снотворным лечением. Конечно, это уже задача врача определиться с диагнозом. Но просто я хочу привести эти примеры в том смысле, что не надо, опять же, бездумно назначать всем подряд снотворные. Более того, если у человека храп и болезнь остановок дыхания во сне, мы уже обсуждали эту проблему, человек тоже жалуется на поверхностный беспокойный сон. А если доктор не разобрался и дал человеку снотворное, которое еще дальше подавило мозг, то что получается? Остановка дыхания при болезни остановок дыхания во сне. Мозг спит под воздействием снотворного и не просыпается. Соответственно, еще дольше человек не дышит, больше проблемы с насыщением крови кислородом. Это вообще риск развития инсульта, инфарктов и внезапной смерти во сне. То есть снотворные у больных с синдромом обструктивного апноэ сна или с болезнью остановок дыхания во сне крайне противопоказаны. Это еще раз подчеркивает важность того, что нужно ставить точный диагноз и уже в зависимости от этого назначать какое-либо лечение. Когда я узнал, что у меня ВИЧ-позитивные результаты, решил, жизнь потеряна. И все же у нас родился ребенок. Вот и трудно поверить, но наш малыш здоров. Мне кажется, мы ему нужны. В 98% случаев при правильном и своевременном лечении ВИЧ-позитивные женщины могут родить здорового ребенка. Кстати, о нашем выдающемся ученом Мечникове. Долголетие было одной из тем его научного интереса. Он сам намеревался прожить долго-долго. В 53 года он начал эксперимент над самим собой, который, по его расчетам, должен был прибавить ему многие и многие годы жизни. Получилось ли у него, надо признать, с успехом. Он прожил 70 лет. О, нет, нет, не торопитесь иронизировать по этому поводу. Он прожил 70 лет тогда, когда средней продолжительной жизни была всего 36-40 лет. Вот так. А хотите узнать, в чем заключался эксперимент Мечникова? В 18 лет он соблюдал собственную диету. Дважды в день на завтрак и обед ел овощной суп и непременно 300 грамм простокваши. Кроме этого, принимал еще по чайной ложке живой культуры болгарской палочки. Своим последователям он советовал съедать 150 грамм мяса, пол-литра простокваши, побольше овощей и фруктов. Особенно выделял он морковь, финики, свеклу и капусту. Знаете ли вы, что только во второй половине 19 века медицина проникла в российскую глубинку, в крестьянскую среду? А до этого там ведали знахари и ведуны, а повитухи те считались профессионалами высшей квалификации. О медицине для всех первым заговорил прадищев. Идею поддерживали декабристы. Но только после введения земства в сельской местности и за штатных городишках, да и то не во всех, появились земские врачи. Вот так выглядел скромный кабинет земского врача в начале 20 века. Сам врач обычно квартировался в этом же доме, причем за казенный счет. Да и оклады были довольно приличные. К тому же и оплачиваемый отпуск полагался. Но это не компенсировало всех тягот службы. Ночь, полночь, в метель или в жару, изволь прибыть по вызову. На одного человека приходилось до 200 человек в лучшем случае, а то и до тысячи и более. И уж этот доктор, как считали крестьяне, должен уметь усилу. И зубы рвать, и роды принять, и ампутацию провести. Самая распространенная болезнь была сифилис. Самый главный бич антисанитария. Самая сложная задача – отвадить пациентов от колдунов и шептунов. Магия сильнее науки и точка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok